Здравствуйте, милые дамы и уважаемые джентльмены! Сегодняшний курс является очень важным для деятельности практического психолога. Он фактически открывает целую серию отраслей психологической науки, которые непосредственно позволяют выйти психологу на практическую деятельность. Знание, прежде всего, основ методологии, конкретных условий, в которых проявляются психические явления и процессы, а также знание конкретных методов, даст возможность психологу успешно использовать их в своей практической деятельности. Итак, приступаем к рассмотрению вопросов нашей лекции. Первый вопрос. Место психологического практикума в системе отраслей психологической науки. Задача практикума. Прежде всего, обосновать условия, в которых проявляются изучаемые психологические явления и процессы. Второе. Выявить систему показателей, признаков, с помощью которых можно изучать сущность изучаемого психологического явления и процесса. Здесь сразу надо сказать, чтобы психическое явление проявилось, нужно создать необходимые условия. Создав эти условия, только тогда можно применить конкретные методы исследования. Следующее положение. Эта задача стоит в том, чтобы обосновать возможную систему методов, которые позволят выявить наиболее существенные показатели, признаки изучаемого психологического явления и процесса. Показать возможность математической, статистической обработки результатов изучения психологического явления или процесса. Кроме того, в задаче практикум состоит и показ, на какой основе осуществляется интерпретация результатов проведенного изучения психического явления или процесса. Чтобы правильно осуществить интерпретацию психологического явления, нужно, во-первых, знать, какая теоретическая концепция лежит в основе того или иного метода психологического исследования. А с другой стороны, как проходила стандартизация конкретной методики, каковы ее возможности и недостатки. Итак, общепсихологический практикум базируется прежде всего на определенной системе знаний студента. Первое – это основы общей психологии, а также социальной и дифференциальной психологии, психологии труда и других отраслях психологической науки. Знание конкретных отраслей психологической науки дает, прежде всего, понятийный аппарат, саму сущность явления, ее структуру, содержание, связи и отношения конкретного психологического явления с другими психологическими явлениями и процессами. Общепсихологический практикум также базируется на дифференциальной психометрики, то есть науке, которая обосновывает и разрабатывает измерительные диагностические методы. Третье основание общепсихологическому практикуму состоит в том, что он базируется на основных сферах практического использования психодиагностического знания, которые выдвигают психодиагностические задачи. Это, прежде всего, деятельность конкретного человека, когда он обучается, работает, у него возникают те или иные проблемы, и психолог оказывает психологическую помощь и в профессионально-психологическом отборе кадров, и в профессионально-психологическом консультировании конкретных людей. Психологический практикум является важным звеном в системе отраслей психологической науки, ведущей к решению психологам задач практической профессиональной деятельности. Здесь на схеме показаны три блока, начало которых занимает психологический практик. На его основе базируется другая отрасль психологической науки – психодиагностика, которая углубляет знания студентов, полученные на психологическом практике. И уже на этих двух блоках базируется экспериментальная психология. Вот это три основных блока, которые на основе знаний теории психологии дают возможность выходить психологу на психологическое консультирование, на психокоррекцию, на психотерапию. Итак, переходим к нашему второму вопросу. Некоторые особенности металлогического подхода к изучению психических явлений и процессов. Эффективность изучения психических явлений и процессов определяется чёткостью металлогической позиции исследователя. В науке существуют три основных уровня металлогии. Прежде всего, это всеобщая металлогия. Иногда называют философский уровень металлогии. Он требует рассмотрения психических явлений и процессов как субъективного образа, объективного мира, порожденного как раз воздействием этого объективного мира на органы чувств человека. Второй уровень – это металлогия частной науки, в данном случае психологии. Этот уровень требует учёта установленных законов и принципов психологии, таких как принцип дотерминизма, личностного подхода, единства сознания и деятельности и другие. И, наконец, следующий уровень, определяющий металлогию конкретного исследования. То есть, это позиция исследователя в подходе к изучению конкретного явления или процесса. Это обоснованность методики, программы и процедуры исследования. Здесь хотелось бы обратиться к некоторым советам и рекомендациям видных отечественных психологов. Так Борис Михайлович Теплов советовал. Чтобы успешно изучать психическую жизнь других людей, нужно выработать умения. Во-первых, точно наблюдать за внешними проявлениями человека. И, во-вторых, правильно истолковывать психическое значение внешних проявлений. Недостаточно еще заметить изменения в выражении лица человека. А надо еще знать, что это изменение выражает. Психика человека проявляется как во внешних, так и во внутренних показателях. И вот только зная систему этих внешних и внутренних показателей, возможно изучение психических явлений и процессов. Теперь посмотрим, как другой классик отечественной психологии, Сергей Леонидович Робинштейн, рассматривал эту же проблему. В повседневной жизни, говорил он, общаясь с людьми, мы ориентируемся в их поведении, поскольку мы как бы читаем его. То есть расшифровываем значения его внешних данных и раскрываем смысл получающегося таким образом текста в контексте, имеющим свой внутренний психологический план. Вот теперь попробуем применить философские утверждения к изучению психологических явлений. В философии есть такое очень важное методологическое явление, понятие. Сущность является явлением существенным. И вот здесь очень важно поставить вопрос, а имеет ли это утверждение какое-либо методологическое значение для психолога в изучении психических явлений и процессов? Попробуем сначала на отвлеченном примере не касающегося психологии проследить, вот как сущность проявляется и как по существенным признакам мы судим о сущности изучаемого явления. Итак, пример отвлеченный – гроза. Мы саму грозу, то есть тот электрический разряд, который ее сопровождает, не видим, а видим проявление. Мы видим и слышим звук, гром, молнию, свет и форму, воздействие на местные предметы, возгорание или разрушение. То есть отдельные проявления. И по этим проявлениям судим о том, что это гроза. А на самом деле, по своей сути, гроза – это не что иное, как электрический разряд. Продолжение. Гроза, проявляясь внешне, как бы нам показывает свою сущность, что она проявилась в различных показателях. И мы об этих показателях, признаках узнаем, непосредственно наблюдая, слушая, то есть через органы наших чувств, и судим о конкретном явлении, то есть в электрическом разряде. Точно так же и психологические явления проявляются. Прежде всего, они проявляются в системе внешних проявлений. Какие это внешние проявления? Это процесс деятельности конкретного человека или группы. Это результаты деятельности людей. Это поведение личности. Это речевые акты общающихся партнёров. Внешне проявляется и мимика, то есть выражение лица, и пантомимика. Следовательно, уже по этим проявлениям мы в какой-то мере можем судить о психологических явлениях. Но психологические явления проявляются внешне не только в этой системе показателями, они проявляются внутренне. А внутренние – это мотивы установки личности, для которых мы ещё должны создать условия, чтобы они проявились, чтобы мы их могли изучать, регистрировать. То есть сделать доступными. И это особенности познавательной сферы. Как человек воспринимает, как перерабатывает информацию, сохраняет её, воспроизводит. Это эмоциональные явления. Отдельно эмоциональные явления как бы проявляются и в мимике, и в пантомимике, но вот сами переживания нам наблюдать недоступно. И далее – это особенности проявления воли. Итак, внешнее проявление, процесс деятельности. По каким признакам мы можем судить о том, как процесс деятельности протекает у данной личности? Это скорость, точность, своевременность, слаженность, безошибочность движений действий. Прежде всего, эти признаки являются как бы главными, которые изучает психолог для того, чтобы изучить конкретное психическое явление. Это результаты деятельности. Психолога интересует прежде всего их качественная и количественная характеристика. Следующая группа внешних проявлений – это поведение личности. Что психолога интересует? Прежде всего, их соответствие, обстановке деятельности и общении людей. То есть, насколько это поведение адекватно. Далее – это речевые акты. Прежде всего, психолог изучает их содержание, логичность и последовательность мыслей. Внешне проявляется и мимика. По каким признакам мы судим о том или ином явлении? Это выражение глаз, бровей, губ и лица в целом. И нас интересует, прежде всего, их содержание, характеру, деятельности, общении людей. Опять же, с позиции, а насколько они адекватны конкретному содержанию деятельности и общению. Следующий внешний признак – пантомимика. Это направленность движений людей. Их целесообразность в данной обстановке. Это особенности позы при общении и деятельности. Сама поза уже говорит нам о том, как человек настроен на деятельность, как он относится к другим людям. Другое. Теперь группа внутренних проявлений, мотивы установки. По каким признакам мы судим о наличии мотивов и установок личности? Это, прежде всего, интересы и желания, стремления и намерения. Это индивидуальные коллективные потребности и цели. Познавательная сфера. По каким признакам судит психолог? Это, прежде всего, профессиональное знание, опыт. Это взаимные оценки, мнения, суждения, представления, взгляды и прочие проблемы. Это эмоциональные явления. Это настроение. Это проявление симпатии и антипатии. Это индивидуальные или коллективные переживания и другие. Ну и, наконец, проявление воли. О проявлениях воли мы судим по следующим признакам. Это решимость намерений и действий. Это готовность или неготовность преодолевать трудности, достигать поставленной цели. Когда мы знаем, что изучаемые психические явления проявляются как во внешних и внутренних признаках, то мы должны на систему внешних и внутренних признаков нацелить соответствующие группы методов. И вот здесь уже начинает просматриваться взаимосвязь. Сущность изучаемого явления проявилась во внешних и внутренних признаках. Чтобы она проявилась, мы говорили, надо создать определенные условия. И вот на проявляющиеся внешние и внутренние признаки мы и нацеливаем систему методов. То есть, это будет уже не случайный набор методов, а система методов, нацеленная на внутренние и внешние показатели, признаки, которые позволяют нам раскрывать сущность изучаемого явления. Для того, чтобы правильно изучать психику другого человека, нужна определенная логика в подходе к изучению самих явлений. Прежде всего, важно показать особенности теоретической концепции, лежащие в основе изучаемого метода исследования. Второе. Обосновать сущность изучаемого психологического явления или процесса, его понимание в той или иной теоретической концепции. Здесь бы хотелось предостеречь вас от ошибки, которую часто делают начинающие психологи. Если метод разработан в той или иной теоретической концепции, то интерпретация результатов этого метода должна быть только в этой концепции. И ни в коем случае нельзя интерпретировать, во-первых, очень вольно, а в других случаях применяя иную теоретическую концепцию. Далее, нужно разъяснить условия, в которых проявляются, обнаруживаются психологические явления и процессы. Их надо создавать специально. В одном случае этот человек включается в какую-то ситуацию, в других случаях его тестируют или ему дают задание и за ним наблюдают. Следующее, это выявить систему показателей и признаков, с помощью которых можно обнаружить, выявить и изучить сущность психологического явления или процесса. Так как на эти показатели и признаки психолог будет сосредотачивать конкретные методы. Следующее, обосновать систему методов, который позволит выявить наиболее существенные признаки, изучаемого психологического явления или процесса. Дело в том, что признаки могут быть и несущественными. Далее, это показать возможность математической обработки результатов изучения психологического явления или процесса. Все тесты, применяемые психологом, стандартизированы. То есть, они прошли определенную апробацию. Измерительный инструмент у них стандартизирован. И поэтому мне хотелось бы предостеречь вас от применения так называемых ширпотребовских методов, которые в настоящее время очень часто публикуются в различных литературных источниках. Уважающий себя психолог будет применять только те методы, которые апробированы в многочисленных исследованиях, которые являются надежным измерительным инструментом. Далее, необходимо также и показать, на какой основе осуществляется интерпретация результатов проведенного изучения психологического явления или процесса. Доказать, что теоретические выводы и практические рекомендации вытекают из результатов научно обоснованного исследования, они появились в результате надуманного или кажущегося вывода психолога. Итак, перейдем теперь к конкретным методам, которые применяются в психологических исследованиях и варианты этих методов. Наиболее распространенным методом является метод наблюдения. Наблюдение может быть внешним и внутренним. Внешнее наблюдение – это как бы наблюдение со стороны. Внутреннее – это самонаблюдение. Варианты этого метода могут быть свободные, стандартизированные, включенные или сторонние наблюдения. Психологу приходится сопоставлять различные данные наблюдений. Причем, необходимо наблюдать неоднократно, а многократно за конкретным человеком, за конкретной группой, за конкретным явлением, сопоставляя и анализируя результаты наблюдений. Следующий метод – опрос. Это опрос устный или опрос письменный. Устный опрос, как правило, называется беседой, письменный опрос – это анкетирование. Варианты метода. Этот опрос может быть свободным, а может быть и стандартизированным. Широко в психологической практике применяются тесты. Они подразделяются на тесты-опросники, тесты-задания и проективные тесты. В психологических исследованиях часто используется и метод эксперимента. Варианты этого метода следующие. Эксперимент может быть естественным, то есть проводиться в естественных условиях. Лабораторный, когда люди выключаются из привычной деятельности и их обследуют в лабораторных условиях. Эксперимент может быть констатирующий, когда констатируются отдельные психические явления, и когда психолог не вмешивается в процесс их изменения. И формирующий, когда специально создаются условия, систему воздействий для того, чтобы посмотреть, а как на основе вот этих воздействий происходит изменение психических явлений и процессов. Моделирование в настоящее время также стали относить к методу психологического исследования. Это математическое моделирование, логическое, техническое, кибернетическое. Теперь правила, которые должен соблюдать психолог для того, чтобы получать достоверные результаты обследования. Первое. Для обеспечения достоверности при изучении сущности изучаемого психологического явления необходимо изучать не отдельно взятый показатель, а целую систему внешних и внутренних показателей-признаков. Дело в том, что ни один отдельно взятый показатель-признак не является существенным и не может дать полной информации о той психологической реальности, которую изучает психолог. Следующее правило. Каждый изучаемый признак необходимо выявлять не одним, а целой системой методов, так как ни один отдельно взятый метод не является универсальным и не дает возможности вскрыть существенные признаки изучаемого явления. Это правило говорит о том, что универсальных признаков и методов нет, а только система методов даст нам нужный результат при соответствующей еще и математической обработке. А вот оценку качественной или количественной стороны изучаемого явления, его сущности, целесообразно производить с помощью критерия. Критерии – это мера оценки или степень соответствия показателя, признака тем требованиям, которые предъявляются к данной деятельности. Вот теперь, когда мы познакомились с основами методологического подхода, мы можем уже сделать вывод о том, что такое методика, на какой основе она составляется. методика – это система методов, нацеленные на выявление совокупности внешних и внутренних показателей, признаков, которые, в свою очередь, позволяют вскрыть сущность изучаемого явления или процесса. методика – это не случайный набор методов, а это целая система, тесно связанная с теми проявлениями, которые психолог изучает в связи с изучением конкретной сущности психологического явления или процесса. Вот теперь можно перейти и к нашему третьему вопросу, в котором будут рассматриваться план и программа проведения исследований. Итак, третий вопрос. План и программа изучения психологических явлений и процессов. Сама программа состоит из четырех этапов. Первый из них называется теоретический или подготовительный. Как правило, вот на этом этапе психолог выбирает объект, который он будет исследовать. Объектом является часть объективной реальности. Это конкретные люди, группа людей в конкретных условиях деятельности. Предметом исследования является конкретное психологическое явление или процесс. Цель изучения может быть самая разная. Это и диагностика, это и оказание в последующем помощи, консультативной или исследовательская цель может быть. Задачи исследования раскрывают как раз цель через перечисление конкретных задач, решение которых позволит достигнуть конкретной цели. Гипотеза проведения обследования. Немножечко на ней надо остановиться. Ведь прежде чем приступать к изучению конкретного психологического явления, психолог по определенным признакам уже ориентируется, что у человека возможно может быть или какие изменения его беспокоят. И в этом случае он формирует у себя как бы в сознании предположения, которые в последующем необходимо либо подтвердить, либо опровергнуть. Вот когда эта система признаков вся продумана, вот только тогда психолог переходит уже ко второму этапу, который называется методическим этапом. Итак, этап второй, методический. Это создание целостной методики исследования конкретного психологического явления или процесса. То есть он систематизирует показатели, симптомы, жалобы обследуемого. На основе этих показателей выявляет критерии, нормы, патологии или акцентуации и на основе уже проявления методов выбирает систему методов, которые он будет использовать для изучения конкретной психической реальности. Следующий этап третий, экспериментальный. здесь осуществляется изучение конкретного объекта исследования, регистрация показателей изучаемых явлений и процессов, протоколирование результатов изучения. Сначала создается экспериментальная ситуация, чтобы психологические явления, процессы, которые являются идеальными, проявились. Затем осуществляется пилотаж методики или опробирование методики. Работает ли она? Вот когда психолог убедится, что методика работает, тогда он уже применяет методы исследования во всей системе на различных этапах жизнедеятельности конкретного человека или группы, регистрирует результаты обследования, оценивает их первоначально по критериям и осуществляет предварительную обработку результатов. Сразу хотелось бы сказать, что на основе предварительной обработки результатов нельзя делать каких-либо категорических выводов. На экспериментальном этапе психолог изучает конкретный объект исследования, применяя ранее намеченные методы, регистрирует показатели, протоколирует, оценивает их, проводит предварительную обработку результата и только тогда переходит к четвертому этапу. Четвертый этап аналитический. наиболее важный этап. Если третий этап в какой-то мере может еще осуществить лаборант, но проанализировать и проинтерпретировать результаты может только квалифицированный психолог. Прежде всего на этом этапе осуществляется анализ результатов обследования, их обобщение, статистическая обработка, здесь и корреляционные анализы, факторный анализ и другие. Это интерпретация результатов. Но на основе уже интерпретации результатов психолог делает теоретические выводы и практические рекомендации для себя или для других психологов, которые на основе полученных данных будут проводить дальнейшую работу с испытуемым или использовать полученные результаты в научно-исследовательской деятельности. Теперь вывод. План и программа исследования придают деятельности психолога упорядоченный характер. Сама программа и план они нужны прежде всего для того, чтобы сэкономить психологу время на то, чтобы создать все необходимое для своей практической работы. Для того, чтобы не делать лишнего, для того, чтобы не допускать ошибок, ведь эти план и программы исследования они нашли опробирование в нескольких десятках тысяч исследования по психологии, по различным предметам, процессам, явления. Итак, переходим к нашему четвертому вопросу. Это теоретические основы дифференциальной психометрии. Какова цель? Здесь необходимо показать возможности математической обработки результатов изучения психологического явления или процесса, показ основы, на которой осуществляется интерпретация результатов проведенного изучения психического явления или процесса. Хотелось бы сказать, что психологи, некоторые социологи и педагоги не дружат с математикой, не любят статистически обрабатывать результаты, в редких случаях пользуются только среднеарифметическим результатом. Но среднеарифметический результат при полярных значениях мало что даст. Когда, допустим, на вопросы анкеты эксперты ответили 50% да, 50% против и никакого вывода на этой основе сделать невозможно. Поэтому методы психодиагностики это и приемы оценки индивидуально-психологических различий и определение с точки зрения нормы состояния психологических переменных, характеризующих конкретную личность или коллектив. дифференциальная психометрия имеет дело с индивидуальными различиями между людьми в качественном и количественном составе психических свойств. Ведь мы отличаемся друг от друга по уровню интеллекта, по способностям, по когнитивным функциям, у нас различная память, по-разному у нас проявляется внимание, мы руководствуемся различными мотивами. Кроме того, очень важно фиксировать поведенческие акты, установки, оценки, психические состояния и другие психические явления. Психометрика выступает как технолога методической дисциплины. Она прежде всего обосновывает требования, которые должны удовлетворять измерительные психодиагностические методы. во-вторых, психометрика обосновывает процедуры разработки самих тестов, их применения и интерпретации тех данных, которые получены с помощью тестового обследования. В психологических исследованиях при объяснении распределения результатов тестирования используется закон нормального распределения Лапласа-Гауза в целях теоретического распределения случайных переменных, но реальных величин. здесь очень важно понять, что индивидуальный результат тестирования это всего лишь место, которое занимает конкретный человек на кривой нормального распределения. Возьмем, скажем, несколько тысяч человек и протестируем по какой-либо методике. И результат получится близкий к закону нормального распределения. То есть 68,26% опрошенных получат результат, который от среднестатистического будет отклоняться лишь на одно стандартное отклонение. И таких людей будет в пределах 50%, то есть половина людей будут иметь такой результат. в пределах двух стандартных отклонений умещается 94,44%. Если мы возьмем, например, интеллект, то в этой области это пониженный уровень интеллекта, а с другой стороны, наоборот, повышенный уровень интеллекта. в пределах трех стандартных отклонений умещается почти вся популяция, 99,72% людей. Но индивидуальный результат вот в этой области получают умственно отсталые с левой стороны от срединного отклонения и справа это люди с выдающимся интеллектом. Аналогично находится результат конкретного тестируемого на этой кривой и по другим измеряемым параметрам. Поэтому какого-то общепринятого норматива измеренческого в данном случае нет. Если физические величины можно измерить метрами, сантиметрами, градусами то психологические явления измеряются иначе. Сначала берется выборка людей которые соответствуют генеральной совокупности представляют собой эту генеральную совокупность. Айзинг например брал несколько тысяч 30 допустим тысяч людей и изучал интеллект у них на основе вот этого распределения и определял как это распределение раскладывается какие результаты получает конкретный человек или конкретная выборка выборка может полностью соответствовать стандартному распределению а может быть результат и несколько иной например правосторонняя положительная симметрия то есть когда с правой стороны наклон больше медианное среднее значение ближе как бы к левой стороне и если мы возьмем интеллект то результаты тестирования данной группы по отношению к популяции не очень высокие то есть это люди с пониженным интеллектом абсолютное большинство людей из них наоборот при левосторонней отрицательной асимметрии получается что абсолютное большинство людей получают более высокий результат по интеллекту итак теперь можно сказать что сам тест это метод исследования личности построенный на ее оценки по результатам стандартизированного задания испытания пробы с заранее определенной надежностью валидностью и репрезентативностью эти понятия мы рассмотрим итак прежде всего валидность это соответствую методике измеряемому психологическому свойству валидность говорит о том а насколько мы меряем то что хотим измерить кроме валидности тесты еще проверяются и на надежность надежность это точность и устойчивость процедуры измерения если мы используя стандартизированные тесты изучаем какое-то психологическое явление сегодня через месяц через два месяца то результаты этого обследования должны быть примерно одинаковы для конкретного человека или для конкретной группы вот это говорит о том что тест надежен кроме того тест проверяется и на репрезентативность это соответствие тестовых норм выборки стандартизации тестовым нормам той популяции на которой применяется тест нельзя создавать тестовые нормы апробируя тест на маленькой группе которая не соответствует той репрезентативной группе в популяции которая изучается психология считается нормальным когда исследуется группа 200 и более человек вот в этом случае можно говорить что на основе вот такой выборки можно создавать определенные тесты которые прежде всего удовлетворяют требованию репрезентативности итак тест это измерительный инструмент который показывает место испытуемого на кривой нормального распределения прежде всего важно выяснить а для чего служат результаты обследования они указывают положение испытуемого относительно нормативной выборки то есть какое он место к этой выборке занимает во вторых полученные первичные результаты или сырые баллы позволяют непосредственно сравнить данные полученные по другим тестам но для сравнения сырые баллы переводятся в стандартные баллы к стандартным баллам относятся Z баллы T баллы и другие показатели измерения нормы устанавливаются эмпирически согласно тому как их выполняет некая репрезентативная группа испытуемых и вот на основе такого эмпирического исследования создаются нормы а потом уже конкретный результат испытуемого с этими нормами сравнивается иногда эти нормы публикуются в самом тесте ну допустим краткий ориентировочный тест в котором показано какие группы профессий в среднем сколько задач решают вот из тех 50 задач которые содержатся в тесте итак вот медианные нормы теста код это краткий ориентировочный или отборочный тест скажем так начальники отдела лаборатории решают 27 задач из 50 за отведенное время управленцы аппарат 25 задач студенты университета мужчины женщины студенты электроника 24 инженеры электросвязи 21 школьники 6 класс мальчики 16 девочки 14 задач для чего устанавливаются вот такие нормы ну например в этом тесте а для того чтобы посмотреть если испытуемый получил определенный результат ну например 20 25 он решил 25 задач то на этот вид деятельности на эту специальность его вполне можно учить то есть его как бы интеллект дает возможность освоить ему данную профессию на основе полученных результатов строится так называемый психодиагностический профиль который дает уже возможность сопоставления отдельных результатов конкретного испытуемого друг с другом на основе выявления их интенсивности проявления степени развитости или наоборот не развитости конкретного явления итак психодиагностический профиль это графическое представление результата многофакторного теста или батареи теста в виде ломаной кривой абсолютные значения которые указывают на уровень выраженности у данного испытуемого определенного психического свойства или фактора вот мы и посмотрим на следующем слайде что из себя выглядит профиль в данном случае он выполнен по шкале 20 80 которые сейчас являются как бы основной шкалой в которой отражаются результаты обследования испытуемых по различным тестам и выполненные в единой шкале эти результаты возможно уже сопоставлять друг с другом итак измеряемые параметры вот допустим по первому измеряемому параметру испытуемые получил 65 по второму 75 по третьему 25 и так далее баллов линия 50 в данном случае говорит о центре распределения это медианное значение то есть самая высокая точка на кривой нормального распределения а уже право и влево от нее результаты так или иначе группируются и уже можно найти место каждого результата на кривой нормального распределения и сравнить этот результат конкретного испытуемого с другим испытуемым как же обрабатываются результаты и переводятся вот в эту шкалу 20-80 для этого применяется формула формула очень проста результат равен сырые баллы умножить на дробь где 60 числителей деленные на максимум и плюс 20 что говорят нам эти обозначения сырые баллы это количество баллов полученных за решение каждого субтеста в отдельности и суммарный результат по всему тесту 60 это диапазон видимой шкалы шкалы от 20 до 80 максимум это максимальное возможное количество баллов которые можно набрать испытуемый а вот чаще всего психологи забывают прибавлять вот эту 20 20 это диапазон невидимой шкалы возвратимся опять к нашему профилю вот до 20 не отображается как правило этот результат но если изучается интеллект то результат до 20 это уже умственно отсталых людей и мы уже можем сопоставить результаты по различным например субтестам измеряемым параметрам у конкретных людей друг с другом и посмотреть какое же место этот результат занимает на шкале нормального распределения фактически вот таким образом и осуществляется подсчет конкретных результатов но последнее время в результате того что изучаются параметры разные и нельзя точки соединять как бы друг с другом поэтому пошли другим путем а именно путем составления гистограмм когда разные значения не сопоставляются друг с другом они имеют свое отличное от других значений свойства и так вот в данном случае приведено отображение результата школьного теста умственного развития субтесты которые входят в этот результат и подсчитывается сначала общий уровень интеллекта где за сырой балл берутся суммарные результаты сырых баллов по каждому субтесту и выявляется результат по уровню интеллекта кроме того по каждому субтесту получается как бы свой результат который дает возможность посмотреть а что у конкретного человека проявляется в лучшую сторону а что проявляется в худшую вот мы видим если средний статистический результат абсолютного большинства людей на уровне 50 то результат осведомленности 1 а это и знание истории географии у данного испытуемого ниже средне статистического результата а вот осведомленность 2 наоборот выше аналогии 47 говорят о том что этот результат близок к среднестатистической норме классификации ему дается лучше обобщение и числовые ряды и выделяются как правило уровни в данном случае для интеллекта низкий пониженный средний высокий или выдающийся какие же можно сделать выводы из того что мы рассмотрели прежде всего общепсихологический практикум дает возможность ознакомить студентов с теоретико методологическими основами научного исследования методологические основы соотносятся между собой как общие особенные и единичные методологии то есть всеобщая методология является как бы методологией всех наук методологии частной науки то есть ее законы ее принципы применимы только к этой науке и не применимы к другой и методология конкретного исследования это прежде всего законы и закономерности установленные для функционирования этого явления и этого процесса и на основе уже познанных открытых апробированных законов изучения конкретного психологического явления создаются принципы принципы это исходное руководящее положение определяющее систему требований как правило направленности к содержанию к организации к методике проведения исследований каждый принцип отражая конкретную закономерность выдвигает требования то есть другими словами если будешь изучать это явление во-первых так во-вторых так в-третьих так будешь учитывать во-первых то-то во-вторых то-то в-третьих то-то то ты учтешь вот эту закономерность поэтому общий психологический практикум он и как раз дает возможность обосновать вот этот первый вывод как применять и как руководствоваться конкретными теоретико методологическими основами а они прежде всего и определяют позицию человека в научном исследовании здесь ни в коем мере нельзя допускать ошибок дело в том что изучая различные проявления на уровне психофизиологии на уровне индивидуальных психологических различий на уровне социальных психологических характеристик необходимо будет эти данные сопоставлять друг с другом и вот здесь нельзя допускать ошибок которые получили названия например такие как редукционализм то есть нельзя сводить результаты физиологического обследования к результатам психологического и наоборот это разные уровни отражения и здесь можно речь вести только о сходных тенденциях в изменении той динамики результатов которые получил психолог то есть здесь сопоставимость в том смысле что удается выявить одну и ту же тенденцию одни и те же особенности одни и те же закономерные зависимости кроме того между психофизиологическими и индивидуально-психологическими явлениями необходимо проводить корреляционный анализ то есть выявлять а в процессе длительного развития этих явлений наблюдается прямая или обратная зависимость это говорит о том что методология как раз и нацеливает конкретного исследователя на получение научно обоснованного результата второй вывод общий психологический практикум дает возможность студентам психологам понять логику определения системы методов для обследования конкретных испытуемых методов так логика определения конкретных методов заключается в правильном понимании самой методики хотелось бы повторить еще раз что методика обследования не является случайным набором методов и один метод какой бы он хороший не был не может нам полностью вскрыть изучаемое психологическое явление и психолог не должен на основе результатов одного метода давать интерпретацию всему изучаемому психологическому явлению и довольствоваться только этим результатом вот здесь очень важно понять что только система методов только блок методов дадут возможность выявить конкретные психологические явления сопоставляя результаты по различным методикам по различным тестам друг с другом сопоставление результатов даст возможность сравнить а как проявляются те или иные явления насколько полно мы вскрыли существенные связи ни один тест всего явления охватить не может поэтому каждый тест создается автором на основе своей теоретической концепции как он это явление понимает причем в науке существуют разные школы которые по взглядам отличаются друг от друга и отсюда метод разработанный в одной научной школе он неприменим для интерпретации с позиции другой научной школы вот здесь очень важно понять что рамки интерпретации результатов конкретного обследования они как раз и ограничены подходом с позиции конкретной методики с конкретной парадигмы автора далее общий психологический практикум позволяет студентам ознакомиться с основами статистической обработки и интерпретации результатов обследования конкретного человека он не является абсолютным а он всего лишь доля места на той кривой нормального распределения которая характерна для выборки популяции ну например студенты общеобразовательных вузов и мы тестируем конкретного студента именно общеобразовательного вуза так вот его результат будет тем местом на кривой нормального распределения для этой выборки студентов общественников которые тестировались на основе описательной индуктивной статистики мы получили конкретные распределения расставили все необходимые данные то есть нашли среднестатистический результат среднеарифметическое среднеквадратичное отклонение мера центральной тенденции и на основе вот отклонения от средней мы как бы фиксируем а где этот результат в отношении к средней находится расположен для данного конкретного тестируемого человека вот на этом наша лекция с вами будет закончена мне хотелось бы посоветовать вам следующие литературные источники которые дадут возможность обосновать все те позиции которые используют психолог в своей практической деятельности найти те конкретные подходы те методы которые использует психолог для изучения конкретных людей конкретных психологических явлений на этом наша лекция закончена я благодарю вас за внимание до свидания до свидания что решила Продолжение следует...